Книга «Открытым оком. Тема объединения. Том 13. Вопрос 2784». Ваш правящий епископ Евтихий принял активнейшее участие в сближении с Патриархией, а сейчас о нем практически не слышно, хотя он был и в объединительной комиссии. «Что стало с ним?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Он жив и немного здоров, но думаю, что его добрые чаяния были раздавлены тем, что пошло вслед за первыми намерениями архиереев РПЦЗ. Если бы не ездили по святым местам паломники, то было бы больше времени заниматься изучением Священного Писания, и тогда разум был просвещен, и понимали бы замыслы творцов нового порядка. Кому так активно помогают желающие объединения с Московской Патриархией? Не каждый имеет доступ к интернету, потому привожу большой материал, точно отображающий суть проекта масонов по объединению всех религий в один котел и его исполнение». Заголовок. «Не допустим капитуляцию Русской Зарубежной Церкви приосвященному епископу Бастонскому Михаилу Подольск с просьбой передать данное обращение в Синод и Церковный суд РПЦЗ и получить аргументированный ответ. «Подавляющее большинство из нас, прихожан приходов РПЦЗ в России, каждый в свое время сознательно вошли в русскую зарубежную церковь, видя в ней бескомпромиссный русский оплот истины в сопротивлении тайне беззакония, мировому центру зла, и его, цитата, «системе зла, контролирующей общественное мнение и координирующие действия по уничтожению православного христианства и национально устойчивых народов». Такими словами, готовящийся новый мировой порядок был охарактеризован в послании нашего архиерейского собора в мае 1993 года. Православная Русь, 1993 год, номер 11. «Для любого честного человека очевидно, что посткоммунистические властители на территории России стали служить этой самой мировой системе зла, поскольку свои награбленные состояния они хранят в западных банках, насаждая ее законы и ее антихристианскую идеологию в России, что отражено и в нынешней Конституции Российской Федерации, и в речах президентов как Ельцина, так и Путина. Переход клириков и прихожан из Московской Патриархии в РБЦЗ был продиктован тем, что руководство Московской Патриархии вместо противодействия этому решиму, бесстыдно криминальному, расчленившему и разрушившему историческую Россию, разграбившему общенародное достояние и систематически разглашающему нравственность народа для ослабления его сопротивления, предпочло благословлять этот режим так же, как в свое время благословляла коммунистический. Примеров всему этому, в том числе соответствующих высказываний действий Путина и Алексия Второго, было достаточно направлено с нашей стороны зарубежным архиереям, чтобы еще раз повторяться. Смотри наше обращение к участникам всезарубежного совещания духовенства в США в конце 2003 года. Тем не менее, наши архипастыри странным образом предпочитают верить непредоставленным нами бесспорным фактам альстецам из патриархийного окружения Путина, вместе с ними величая его русским патриотам и, цитата, православным президентам. Мол, гонений на церковь больше нет, строятся храмы, в них поют величественные хоры. Нам же подмена спасительной миссии церкви, ее внешним великолепием, кажется еще более страшным ударом по ней, чем гонения. Прежняя богоборческая власть хотя бы не пряталась под маской добра, и церковный народ видел ее суть. Сегодня же руководство Московской Патриархии добровольно и без всяких гонений помогает служителям тайны беззакония сохранять свою маску и обманывать народ. В этом сергианство высшей степени, дискредитирующая церковь. Начало необходимого диалога РПЦЗ-СМП мы сначала понимали, как попытку нашей церкви откровенно поставить на обсуждение все эти вопросы и другие разделяющие нас проблемы для четкого разграничения линии фронта в идущей войне сил добра и зла, от которой зависит судьба России и мира. Ведь мы видим, что и в рядах Московской Патриархии множество клириков и прихожан оказывают сопротивление апостасийному курсу мирских и церковных властей. Эти наши единомышленники нуждаются в нашей поддержке. Русская зарубежная церковь могла бы найти формы поддержки их усилий на высоком уровне, стать их духовным водителем и рупором их справедливых требований. Однако, как можно видеть по итогам двух официальных визитов в Российскую Федерацию наших архиерейских делегаций, теперь уже во главе с первой иерархом, объединение начато не для поддержки стройного церковного народа в Московской Патриархии, а для перехода на позиции конформистского руководства МП вплоть до восхваления криминальных властей нашей несчастной страны, население, которое вследствие политики в кавычках православного президента только за две недели визита зарубежной делегации уменьшилось на 50 тысяч человек, по 3 тысячи в день. Поразительно, что инициатива привлечения Путина к процессу сближения происходила от нашего архиерея, архиепископа Марка, как об этом сообщается в вестнике германской епархии РПЦЗ. 2003 год, номер 2, страница 7. Высокопреосвященный владыка Марк для этого уже в начале 2003 года встретился с Путиным и заявил ему, что данные церковные проблемы, цитата, переплетаются также с государственными интересами. Однако нельзя не видеть, что государственные интересы, как Путина и как руководства Московской Патриархии, состоят в том, чтобы путем, в кавычках, «воссоединения» ликвидировать РПЦЗ, цитата, «как досадного и неподкупного свидетеля русской истории 20 века». Так совсем недавно говорилось в обращении архиерейского синода РПЦЗ к русскому народу от 18 февраля по новому стилю 2 марта 2000 года. Добавим, ликвидировать как бастион русского духовного сопротивления новому мировому порядку. Что же изменилось с марта 2000 года? С точки зрения большинства наших клириков и прихожан в России, демонстративно проеврейское правление Путина лишь усугубило положение. К тому же при нем и преемственность от богоборческой коммунистической власти выразилась в восстановлении мелодии гимна, возвращении Красного Знамени для армии, праздновании Дня Чекиста, в заявлении о недопустимости удаления трупа Ленина с Красной площади и тому подобное. Удручает, что визиты обеих делегаций РПЦЗ в Российской Федерации проходили на условиях МП и в сущности означали отказ от откровенного диалога при одностороннем покаянии владыки Марка за прежнюю позицию нашей церкви. Так это и было подано в российских государственных СМИ. Визит высокопреесвященнейшего митрополита Лавра также был связан с действиями, которые, цитата, «лажатся под тяжким бременем на совесть многих и многих», как было признано уже на Архиерейском соборе 2001 года относительно некоторых заявлений 2000 года. Случайно ли накануне визита высокопреосвященнейший владыка Лавр, цитата, «с большой радостью поздравил Путина с победой на выборах, которые даже международная организация наблюдателей АКСИС признала, цитата, несоответствующими международно принятыми демократическим стандартам». При этом президентская администрация самыми грязными методами постаралась очернить С.Ю. Глазьева, выступавшего от имени русской православной оппозиции. Кто, это важно, посоветовал высокопреосвященнейшему владыке Лавру написать такое поздравление Путину? Смотри «Русский вестник», 2004 год, номер 8, страница 2. «Компрометирующие нашу церковь в глазах русского народа». Вопрос. «Случайно ли начало визита владыки Лавра совпало с 60-летием 15 мая со дня кончины митрополита Строгородского?» Вопрос. «Случайно ли именно в этот день первого совместного моления в храме новомучеников в Бутово патриарх Алексий II утром совершил панихиду у гробницы митрополита Сергия и вновь назвал его Декларацию о лояльности богоборческой власти смелым шагом». «А в Бутово упомянул об этой панихиде и назвал Сергия «святейшим патриархом», сторонники которого также причислены в Московской патриархии к лику святых вместе с непризнавшими Сергия. Почему на эти слова унижающий подвиг святых новомучеников со стороны зарубежной делегации не последовало возражений? Случайно ли за все время двухнедельного визита члены делегации, за исключением отца Павла Иванова, не участвовали ни в одном богослужении в пригодах зарубежной юрисдикции, где поминают митрополита Лавра? Делегацию напрасно ждали для разъяснений приехавшие клирики из разных областей, и они разъехались с горьким чувством покинутости. В то же время в праздник Вознесения после богослужения в очередном патриархийном храме делегация нашла время для встречи с вернувшимися в Россию эмигрантами, не поминающими владыку Лавра прихожанами московской патриархии под предводительством представителя самозванной цитата «государыни Марии Первой» Зе Чавчадзе, который все еще гордится совпатриотизмом своего дяди, советского агенда Казымбека. Но ни один из эмигрантов-прихожан РПЦЗ на эту встречу приглашен не был. Лишь перед отлетом из России высокопреосвященнейший митрополит Лавр после лобызания перед телекамерами с президентом Путиным приехал вечером на синодальное подворье в Подольске для приходского ужина. Прихожан созывали по телефону в последний момент. И хвалил Путина опять-таки в присутствии видных деятелей из московской патриархии, из-за чего откровенная беседа оказалась невозможна. Можно ли все это считать нормальным вопросом? Восполняя отсутствие такой возможности обменом мнениями в дни визита и испросив на это в Подольске благословения самого владыки Лавра, мы, члены РПЦЗ в России, пишем данное обращение, направляя его через Преосвященного Владыку Михаила по его настоянию также в церковный суд нашей Церкви, чтобы оно не растворилось в воздухе. Ибо наша совесть не позволяет нам согласиться с предлагаемой нам капитуляцией русской зарубежной Церкви. Все вышеизложенные утверждения о сути нынешнего криминального режима Российской Федерации и его поддержке руководством Московской Патриархии мы готовы подтвердить для суда конкретными фактами, впрочем, хорошо известными. Поскольку решение о капитуляции еще должно, так нам было обещано рассматриваться всезарубежным собором РПЦЗ, мы, прихожане зарубежной Церкви России, призываем всех членов нашей Церкви готовиться к этому собору и требовать его созыва, а церковный суд проследит за этим. Мы не собираемся создавать еще один раскол и разбредаться по многочисленным ныне неканоничным, «квартирным» и «самосвятским юрисдикциям», а чувствуем себя обязанными бороться за нашу Церковь и ее миссию. Мы требуем выполнения решения Архиерейского собора 2001 года о том, что «никакого внешнего объединения с Московской Патриархией не может быть, если не существует единения в истине». Мы продолжаем надеяться, что вышеописанное явное отклонение от истины посетивших Российскую Федерацию делегаций объясняется незлонамеренным предательством наших архиереев, как это утверждают недоброжелатели нашей Церкви, а временным ослеплением. Делегация прибыла в Российской Федерации на неделе ослепо из-за незнакомства с истинным трагическим положением в России. К тому же агентам властей Российской Федерации и Московской Патриархии удалось добиться от членов делегации желаемого, аргументируя тем, что, цитата, «в России безбожной власти уже нет». Надо убедиться в происшедших коренных изменениях и, цитата, «исцелить раны, нанесенные революцией и гражданской войной». Хорошо было бы, если бы было так. Однако вся Россия остается покрыта памятниками и именами большевистских, а не белых. Они до сих пор официально считаются преступниками, героев той гражданской войны. По большому счету в России сейчас, пусть и в сокрытом виде, именно продолжается гражданская война, как часть непрерывной войны стойкости, частью русского православного народа против глобального наступления тайны беззакония. Мы не собираемся стать дезертирами в этой войне. Что же касается происшедших, цитата, «коренных изменений», в их результате Россия при Путине увеличила число своих миллиардеров с 7 до 35, в большинстве евреев, то они будут проведены и антихристом, который тоже не будет коммунистом и не будет показывать себя безбожником, а будет объединять все религии для поклонения себе и сатана избранному народу. Так же, как это сейчас провозглашает Путин, стремящийся, цитата, «способствовать объединению христианского мира вне зависимости от каких-то нюансов, которые делят мир на различные церкви и конфессии». Цитата. «Неважно, к какой конфессии он, человек, принадлежит, все конфессии придуманы людьми». Это цитата от 11 февраля 2002 года с сайта президент.кремлин.ру Вот в каком контексте следует понимать объединительные, цитата, «государственные интересы» в кавычках православного президента Путина. «Утрата нами надежды на прозрение наших архиереев и на исправление содеянного ими, которая все более, цитата, «ложится тяжким бременем на совесть многих и многих», будет означать конец миссии русской зарубежной церкви и русской эмиграции как части русского народа, которой богом было предназначено стать передовым дозором Третьего Рима в преддверии событий апокалипсиса. Мы благодарны за тот опыт познания мировой системы зла и, цитата, «подвига русскости в условиях мировой апостасии», который передали на родину лучшие представители русского зарубежья. Это наследие живет в здоровой части церковного народа в России. Было бы очень жаль, если продолжение этого подвига уже на родной земле будет совершаться без участия зарубежной церкви. Пока еще не слишком поздно, давайте же, досточтимые отцы, братья и сестры, в Отечестве и России несущие, сделаем последнюю попытку не допустить готовящегося позорного конца «Миссии русской зарубежной церкви» и «Миссии русской иммиграции» М.В. Назаров, Троица, 17-го, по новому стилю, 30-го мая, 2004-й год. По скрипту. Этот текст был замыслен как черновой проект для составления коллективного обращения клириков и мирян зарубежных приходов в России в церковный суд и ко всем членам РПЦЗ. Однако, преосвященный владыка Михаил не благословил это начинание. Поэтому его автор вынужден поставить под ним только свою подпись с некоторыми корректировками текста и переадресовать его владыке Михаилу с настоятельной просьбой дать ответ на главный вопрос «Кто с кем в идущей войне за православную Россию?» Хотя у многих из нас немало личных грехов, с которыми мы должны бороться, это не аргумент, чтобы ограничивать нас только личным уровнем церковной жизни и запрещать нам высказываться по судьбоносным вопросам для России и Русской Церкви. Одновременно передаю это обращение в открытую информационную сеть в надежде на поддержку единомышленников как и РПЦЗа границей, так и из Московской Патриархии, ибо предыдущие мои личные письма руководству РПЦЗ никакого результата не возымели. Послесловие. Единственным ответом на это обращение в церковный суд было немедленное изгнание епископом Михаилом его автора вместе с его супругой-регентом из числа прихожан синодального подворья в Подольске. Еще недавно епископ Михаил называл Россию религиозной пустыней. Зимой 2004 года он не одобрял ни покаянного так, простите он не одобрял ни покаянного визита архиепископа Марка ни готовившегося визита митрополита Лавра. Но вскоре стал активно участвовать в совместных СМП акциях в том числе с отцом Николаем Соколовым не считающим его епископом и даже с представителями власти например в совместном с Кириенко ныне он пол предпрезидента молении цитата о мире Иерусалиму ибо цитата высший уровень иерархии церкви вынужден корректировать вопрос свою деятельность и с государственной политикой считает владыка Михаил цитата мы ждем с нетерпением что на ближайшем архиерейском соборе РПЦ будет принято решение о восстановлении евхаристического общения церквей затем этот же вопрос будет обсуждаться архиерейским синодом русской зарубежной церкви надеюсь что решение вопроса также будет положительным 3w7.ru 5 ноября 2004 год курсив наш патриархийные патриоты откликнулись статьей о Рюмина Кимвал Звенящий 3w.rusk.ru от 6 июля 2004 года изобилующий многими неточностями и подтасовками приведем из этой статьи лишь ее выводы без комментариев цитата для М.В. Назарова церковь это средство приложения общественно-политических сил как синагога в талмудическом иудаизме не забудем что Господа нашего Иисуса Христа предали на распятие как раз храмовые синагогальные политиканы Называется это антихристово-политика болезненное состояние прелещенного духа получившее отражение во всем открытом письме Назарова Только дьявол мог внушить человеку числящему себя в православных русских мысль о продолжении гражданской войны в России Почему беснуются Назаровые сектанты замышляют тщетное Проблема одна В их больной душе утратившие способность доверять церкви и Богу это одна из форм богоборчества Кавычки закрыты Настоятель московского прихода РПЦЗ отец Евгений Корягин по поводу подобных поздравлений говорит Чем более они искренни и чистосердечны тем более зловещей антихристианской подменой они предстают В этом есть что-то духовно болезненное Беседа с прихожанами о текущих событиях церковной жизни лета 2004 года МН Декабрь 2004 год Эту новую теорию цитата равночестности двух путей отец Евгений Корягин характеризует следующими словами цитата Мы можем признать святость пострадавших в годы гонений лишь в той степени в какой они не были сергианами хотя бы они и не порывали общение с митрополитом Сергия Сам факт поминовения митрополита Сергия еще не дал еще не делал человека сергианином если он не участвовал в предательстве своих собратьев и в деле собственно ручного разрушения церкви таков например священномучек Иларион Троицкий который на словах поддерживал политику митрополита Сергия а в жизни своей шел путем мученичества он как и священномученик Фадей Успенский и Анатолий Грисюк прославлен нашей церковью в 1981 году но не могут цитата вместе предстоять пред Богом секретные осведомители ЧК и их жертвы истинные мученики и те кто отрекался от них и называл их политическими преступниками даже если последние потом тоже пострадали где обретем силы если сейчас разорвем духовную связь с новомучениками лобзая их гонителей строящих им гробницы беседа с прихожанами о текущих событиях церковной жизни лето 2004 год декабрь м.н. Книга Исаии 57 12 Я покажу правду твою и дела твои и они будут не в пользу тебе Езеки 8 8 9 17 18 и сказал мне сын человеческий прокопай стену и я прокопал стену и вот какая-то дверь и сказал мне войди и посмотри на отвратительные мерзости какие они делают здесь они еще землю напоили нечестием и сугубо прогневляют меня и вот они ветви подносят к носам своим зато и я стану действовать с яростью не пожалеет око мое и не помилую хотя бы они взывали в уши мои громким голосом не услышу их ажиотаж по случаю побед нельзя считать сиюминутным даже пыль оседает и заносит след а то умышленно сотрут или замажут сотлеет прах как бы не воевавших гробокопатели и мумии утащат вновь первозданный вид у древней пашни собрать посеянное нет победы слаще искусственно трезвонят облом беспострадавшие в жуткой мясорубке тот строй и та страна пошли на слом кому же повезло с победой крупно тому кто судьбы склеил из кусков необратимо тяжких и червленых сумел увидеть стрелки у часов и лик творца который им оплеван теперь настал черед к Христу взмолиться обеты мы во лвить неумные плотские крещения тайного искали коммунисты и не евангельских а бабушкиных скиней победа над собой и эгоизмом блистательно красна со всех сторон отвергнуться себя путь к воскресению близок взять крест неспосланный спасителем царем исполните заповеди данные Иисусом залог бессмертия обрящешь при крещении нам предлежит добыть венцы и гусли избегнем адского с дьяволом мучения таких побед и отзвука не слышно а их не тысячи а может миллионы им жезл не маршальский бери намного выше венчают там героев самых скромных неистребима тяга к торжеству подай нам честовать иконы храмы мощи герои истины при христе растут не на хвостовстве кремлевской кочки 16 июля 2005 год Игнатий Лапкин лампы лампы